Да, всё так сделано. Хорошо, значит, начнём мы с разбора домашних заданий, за какой там, уж не помню. Уж не помню за какое время. Сейчас, а это что ещё? Вот. Да, давайте подглядим. А, давайте уже тогда начнём работать, что ли? Я кнопочку-то нажму. Вот. В общем, начнём мы тогда с домашних заданий. За две лекции назад. Это те домашние задания, которые надо было сдать сегодня, по-моему. Да? Значит, что там было сложного? Кто помнит? Что-то оно медленно себя ведёт. Громче! Никто уже не помнит. Это было давно. Ну, смотря как, я знаю, что есть люди, которые последний день их решают. Задание по подсталку с шаблоном, оно было такое немножко неудобное, потому что, если его решать в лоб, оно внезапно решалось очень медленно. Вот. Соответственно, это должен быть вот этот, да? Вот этот. Вот. Так, ну здесь ничего интересного от слова «совсем». Да, значит, вы всего лишь должны распознать среди этих, ну, сделать сплит, распознать среди них строки, состоящие исключительно из цифр и, возможно, минус в начале, и перевести их в int, найти максимум. Да, неинтересно. Выглядит это совершенно, ну, решение выглядит, я думаю, что-нибудь такое. Всё. Да, вот мы, значит, вводим до пустой строки, помните, там последний ввод, пустая строка. Единственная, единственная, возможно, грабля в этой задаче, что последняя строка пустая. Всё. Вот-вот-вот до пустой строки. Такой классический четырёхчастный цикл, да? Вот. Дальше мы это всё сплитим. А, нет. Дальше мы всё превращаем в одну большую строчку. Дальше мы её сплитим по словам. Вот. Дальше мы вызываем волшебный из децимал. Или первый минус, а всё остальное из децимал. И дальше мы высчитываем максимум из этого дела. У меня был жёсткий соблажн написать всё это в одну строчку с помощью функции max. Внутри него генератор, внутри него... Но потом подумал, что это будет не педагогично. Вот. Так что неинтересно. Что у нас тут ещё было? А, это не оно. А, это оно, да? Суперпозиция. А, эта задача с разбором неинтересна. В смысле, она уже разобрана. Задача pattern find. И вот задача pattern find как раз оказалась достаточно сложной. Вся хитрость в этой задаче... Ну, помните условия. Да, у нас задаётся довольно обширный шаблон, в котором некоторые символы... Бебячки используются вместо символов. И они замещают любой символ. Как вот если кто был на линуксе на лекции про регулярное выражение, как точка в регулярном выражении. Поскольку эти выражения не являются регулярными, потому что это всего лишь либо строки, либо произвольные символы, то и поиск, в общем, довольно очевиден. Единственное, что организовывать это всё каким-то, значит, каким-то непонятным количеством циклов... Ну, понятно, у нас неизвестно, сколько вот этих элементов будет. Довольно сложно. Поэтому я решил задачу так. Я просто эту строчку сплитю по этим самым, по бебячкам. Дальше я просто в цикле хожу по вот этим вот шаблонам. Причём я знаю их начало. Соответственно, мне всего лишь нужно проверить, что в нашей строке с позиции, скажем, N плюс 0 лежит под строка в сты, а с позиции N плюс 3 лежит под строка лок. И что есть ещё N плюс 4, N плюс 5 элемент. Всё. То есть, вместо того, чтобы делать это циклички... Ну, я сейчас покажу одним глазом решение. Называется оно чего-то... Pattern find. Вот, смотрите. Вот мы ввели строку, вот мы ввели шаблон. Вот мы взяли, разбили шаблон... Шаблон на части... Ну, понятно. На подстроки, которые являются настоящими подстроками, а не бебячками, замещающими любую строку. Вот мы взяли, составили список из пар, где начинается, какая подстрока. И всё. И дальше мы поехали, значит, по всем возможным началам... По всем возможным началам мы ищем нашу подстроку. Если у нас здесь не равно... Если одно из этих начал и соответствующая подстрока в этом месте не соответствует действительности, мы сразу вывалимся из цикла сравнения. Если вдруг они все были равны, мы говорим всё. Если мы вывалились из нашего цикла for, то у нас есть на самом деле два варианта. Первый вариант, что у нас... Ну, строки нету, и мы тогда пишем просто минус единицу. А второй вариант, что у нас вся строка целиком, это шаблон. Тогда мы здесь цикл for тоже закончится. Вот. Так что нам придётся написать, что... Ну вот. Собственно, всё. Ну, всё решение. А оно достаточно быстрое, как вы понимаете. Потому что мне не нужно много раз гонять туда-сюда элементы. Мы просто сравниваем соответствующие подстройки, стоящие на соответствующих позициях. Ну вот. Вот и всё. Весь анализ решения. Так. Что-то я ещё... Минутку. Давайте мы немножко добьём тему, связанную со словарями. Тем более, что она имеет отношение к нашей сегодняшней теме. Тема, связанная со словарями, вот какая. Смотрите. Ну, во-первых... Во-первых, у нас... Помните, я пообещал вам тип, который называется frozen dict, а потом обнаружилось, что его нету. Вот. Я нашёл пеп... 416, кажется. В плане сегодняшней лекции будет. Я нашёл пеп, в котором гвида... Как это? У меня есть 8 доказательств того, что я не зануда. Я сейчас их всех перечислю, да? Так вот, значит... Или 16. Так вот, значит, гвида там в 8 пунктах описывает, почему он не принимает этот пеп. В частности, главная идея состоит в том, что, во-первых, сама идея frozen dict, вот... Шаблон его использования – это очень редкая ситуация. Во-вторых, в подавляющем большинстве случаев шаблон использования frozen dict, то есть dict, который не будет меняться. Помните, у нас есть frozen set? Так вот, frozen dict. Это вещь, связанная с безопасностью, с такой security sandbox. А security sandbox в питоне – это очень отдельная вещь, довольно тяжело реализуемая, потому что у питона все кишки наружу, и любой может там в них поковыряться. Вот. А во всяких других случаях мы, как бы, у нас нет необходимости... То есть там два главных юзкейза, да? Вот ситуация, когда мы запрещаем изменения, и ситуация, когда мы договоримся о том, что изменений не будет в нашем словаре. Вот. Ну, а что касается договориться о том, что изменений в словаре не будет, ну, так договоритесь и не меняйте. Вот. В общем, Гвида этот пеп отклонил, и если отвлечься от аргументации Гвида, вот я лично подумал вот что. Смотрите, что такое frozen set? Frozen set – это действительно константный объект. Это объект, состоящий из константных объектов. А помните, множество может состоять только из константных, то бишь, кэшируемых объектов. И поэтому, если запрещаем мы вдобавок его модификацию, мы такой получаем действительно замороженный кусок. А frozen dict – вообще непонятно, что такое, потому что dict состоит из любых объектов, у него только индексы константные. Вот. То есть мы получаем такой замороженный, незамороженный объект. Вот. Ну и, соответственно, действительно, вот использование этой штуки не вполне очевидно. Так, что у нас еще было? А, использование словарей в качестве организатора пространства и метра. Ну, во-первых, я не знаю, говорил ли я вам, если нет, то придется такую маленькую новую тему, прежде чем рассказывать про объекты тут объявить. Маленькая новая тема – это необязательные параметры функций, или так называемые именные параметры функций. Мы с вами… Тогда надо выйти. Мы с вами вообще знаем… Мы с вами зачем… О, дайте отсюда тоже выйдем. Я отсюда тоже выйду. Чего? А? Я отсюда тоже выйду. О, наконец-то. Мы с вами знаем… Да? Почему я не вижу? Миндейт есть? Есть. Сейчас вот так сделаем, да? Мы с вами знаем, что функции есть… Может быть произвольное количество параметров, потому что… Один точка… Нет, ну и один. Точка. Так. Мы с вами знаем, что у функции может быть произвольное количество параметров, потому что мы можем вместо того, чтобы передавать туда параметры поштучно, передать туда дикт, а этот дикт… Не дикт, а тюпль, а этот тюпль распаковать. И вообще любую последовательность передать, да? А потом там ее распаковать. Ну, что-нибудь в таком духе. Дев. Дев. Фон. Вот. Звездочка. Аркс. З. З, я сказал. Вот. Ну и там, for a in args print a. Ну вот, вот что я имел в виду, когда я говорю там, fun от 1, 2, 3. Ку-ку. Функция, которая принимает любое количество параметров, это любое количество параметров не распаковывается при описании функции, так уж мы придумали. Вот. И вместо этого оно приезжает сразу в тюпли, который мы можем распаковать сами. Очень удобно экономить имена, если нам не надо. Заодно мы сделали функцию с произведенным количеством параметров. Ну так вот, мы с вами помним, что функции можно передать некоторое количество так называемых именных параметров. Они же параметры по умолчанию. Параметры, у которых есть значение по умолчанию. Ну, например, можно написать что-то типа a равно 3, b равно, b равно, там, не знаю, ку-ку-ку. Вот, это было равно. Ну и не знаю, там, c равно 6. При этом именные параметры, в отличие от позиционных, ну, здесь, допустим, x, y, да? Вот. Именные параметры, в отличие от позиционных, вообще по-другому передаются. То есть, вернее, не так. Они могут иногда работать в роли позиционных. Сейчас покажу. Но их можно задавать явно при вызове функции. Ну, давайте напишем print. x, y, b, c. И напишем вот так. Во, смотрите. Я этой функции передал раз, два, три, четыре, пять параметров. Это параметры x, y, a, b, c. А нет. Я передал 4 параметра. То есть, я задал параметры x, y, a и b. А c задалось само. Видите, да? Я передал только вот это. А c задалось само. У него есть значение по умолчанию. Вообще говоря, я мог бы передать даже вот так. Потому что у нас у трех параметров есть значение по умолчанию. Вот. Ну, давайте сделаем так, чтобы вам это не смущало вас. Вот, видите? Вот. Меньше я передать не могу. Потому что у нас два параметра позиционные, неименные. Шмяк. Функция. Не хватает функции одного параметра позиционного, позиционного. Вот. Должно быть как минимум два. Смотрите. Сейчас мы вообще не пользуемся их именностью. Они все интерпретируются как позиционные. Ну, кстати сказать, мы не можем и превысить количество параметров, потому что здесь нигде нет распаковки. Да? Если мы напишем здесь 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Не пишут. Ну, сейчас еще раз напишут. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То мне кажется, что тоже будет ошибка. Да, видите? Нам питон вот говорит, ну, просто вот как для дебилов, да? Смотрите. Ваша функция, которую вы тут описали, принимает от 2 до 5 позиционных параметров. 2 позиционных и еще 3 именных, которые могут быть позиционными, если вы просто их напишите подряд. А вы что мне прислали? А у вас их 6. Как это? Остановись, подумай. Вот. Значит, ну, давайте остановимся и подумаем. Что еще можно сделать? Можно взять и задать какой-нибудь из этих параметров. Например, написать B равняется ZZZ. В этом случае что произойдет? Позиционные параметры надо указывать обязательно, они передадутся. А именные параметры можно указывать, ну, какие хотите. Видите, вот с этим мы как раз знакомы. Помните, функции print мы часто пользуемся именными параметрами yend, div, вот это все. Sep, не div, сепарат. Вот. И получится такая картина, что у нас именно параметру B присвоится значение ZZZ, а у остальных O и O и C останется значение по умолчанию. Видите, да? Как вы думаете, если позиционные параметры передаются функцией в виде кортежа, то в виде чего функции передаются именные параметры? В виде словаря, разумеется, потому что у них теперь есть два, как бы, две сущности, которых описывают. Это имя и значение. Вот. То есть на самом деле ничего нового, рисуя вот такой вызов функции, вот такой вызов функции, и вот такое ее описание, ничего нового в язык мы не привносим. Мы формируем на самом деле просто два блока параметров. Один позиционный, другой именные. И позиционные параметры передаются в виде кортежа, а именные параметры передаются в виде словаря. Так вот, значит, подобно тому, что у нас могут быть именные параметры нераспакованные, приезжать сразу с этим, мы можем работать с этим кортежем, точно так же и позиционные параметры мы можем принимать в виде словаря и работать с этим словарем. Ну, допустим, вот как-нибудь так написать, написать как-нибудь так, что-нибудь типа звездочка-звездочка-аргн, вот. И for n in a-r-g-n, print, print. n равно ar-g-n. Все равняется. Что я сделал не так? А, я сделал не так вот что. При этом понятное дело, что поскольку количество именных параметров неизвестно сколько, мы уже не можем взять и воспользоваться ими как позиционными. Вот этот вызов не пройдет, понятно. У нас тут только два позиционных параметра, а эти строго именные. Окей, уберем это. О, смотрите. Первый вызов. Знаете что, надо как-то так сделать, чтобы было видно и то, и другое. Ну ладно, бог с ним. Сейчас попробуем сделать. Сделать вот так. Маленький слишком, да? А мы сделаем во. Сейчас. Так, а вот здесь можно сделать погромче? Нет? Во, можно. О, шикарно. Ну вот. Что там? 217. 17. Во. О, вот теперь хорошо видно, как оно запускается, как оно работает. Так сказать, тут слишком большой. Вот так. Вот. Видите? Мы вызвали функцию с двумя параметрами позиционными. У нас этот RGN словарь просто приехал пустой. Мы вызвали ее... А тут я ошибку сделал. Тут надо было, конечно, так вот написать. Вот. Вот теперь все понятно. Мы вызвали ее с тремя параметрами, и внезапно к ней приехал параметр, который называется B и значит ZZZ. Таким образом, мы написали функцию, которую можно передавать какой угодно, каких угодно именных параметров. Видите, да? Вот. Такая же точная картина возникает, если мы захотим вызвать такую функцию. То есть, допустим, мы... Давайте мы... Давайте мы новый файлик откроем. Нет. Не так, а вот так. Вот. Допустим, мы написали функцию, у которой есть какие-то именные параметры. Фунт от... Вот, не знаю, там... А равно единице, B равно двум, C равно трем. Вот. Принт А, Б, С. И... Хотим его вызвать, ну, во-первых, вот так. Да, там... Б равно 100500. А во-вторых, можно ее вызвать вот так. Написать какой-нибудь словарик. Ну, скажем, А, 22, Б, 33. И вызвать вот так вот. Фунт. Вот. Звездочка Д. Нет, две звездочки Д. О. Ну-ка, давайте попробуем все это запустить. Причем, обратите внимание, что мы не обязаны вот этот словарик, который мы передаем, полностью покрывать все именные параметры, которые функция принимает. Нет. Вот эти два мы перебили, а C равно трем осталось. Видите? Те же самые две звездочки только при вызове. Вместо того, чтобы мы явно указывали при вызове функции, какой именной параметр чему значит, мы составили словарик. И в этом словарике просто указали, что имя А будет связывать значение 22, а имя Б значение 30. Вот. Кстати сказать, неправильный словарик передавать при этом нельзя. Если у нас вот здесь нет произвольной распаковки, то мы не можем написать, например, FUM, ну не знаю, там, DD равняется A 22 Z Z Z Z Z Вот. Такой вызов, мне кажется, такой вызов приведет к ошибке, потому что Что? D. Ага, спасибо. Это у меня просто Кто в кавычках? Конечно. Спасибо. Все так. А теперь правильно. Давайте посмотрим, как он выдаст ошибку. Он выдаст ошибку. Смотрите, у функции FUM нету именного параметра ZZZ. Ровно это нам и сказали. Ну, как будто мы не знали, что у него их нет. Вот. Таким образом, функция, которая принимает какое угодно количество, каких угодно параметров именных или позиционных, выглядит так. Здесь будет... Ну, давайте я ее просто напишу, чтобы было понятно, да? Звездочка RGN Звездочка, звездочка, RGN Вот. Все. Это вот все, что есть. Ну и понятно, там можно принт звездочка RGN Воспользуясь обратной запаковкой, пускай принт их через пробел выведет. А с RGN надо как-то хитрее сделать. Ну, не знаю. Ну, например, вот так вот. Да, там? Что там? P, RGP, P, это... А, слушайте, зачем? RGP. Items, да? Музык. О! Я думаю, что теперь мы можем вообще... Давайте не так сделаем. Давайте мы это скопируем в соседнее окошечко. Чтобы было совсем красиво. Ой. Вот так будет совсем красиво. А отсюда удалим. Так красиво. Вот. Функция, которая принимает любое количество, любых параметров, и всех их вывозит, да? Там... Пау-л-л-па-рам. Пробуем. Я думаю, все будет хорошо. Упс. Что не так? Что я сделал не так? Какой тюбл индекс out of range? А! Нет, не понял. Все, понял. Конечно. Сейчас поменьше сделаем. Вот. Естественно. Для того, чтобы... Здесь же должен быть тюбль. Этот тюбль будет... Мы посмотрим все айтемы нашего словаря. Да? Эти айтемы состоят из пар. Ключ значения. И эти самые пары превратим вот в это. Вот теперь будет все работать. Да что ж такое? Односкобка лишняя, да. Односкобка лишняя, потому что только что я ее добавил. Опять нет. Ну что уж такое? А, конечно. Тут же у нас пара. Ключ значения. Ключ значения. Что-то я сегодня... Вот. Ну теперь все хорошо. Смотрите, да? Что при этом произошло? Я вот тут вот воспользовался конструктором... Ну, я воспользовался генератором. Этот генератор пошерстил у нас по всем нашим парам ключ значения. Отформатил его по-человечески. Дальше я его распаковал и выдал функции print. И в результате мы получили вот эти позиционные параметры. А вот это именно. Обратите также внимание на то, что в... Это довольно старый питон. По-моему, 3.5.1. В нем порядок ключей еще не фиксирован. Так же, как не фиксирован порядок элементов множества. Видите, да? Мы их передали АА, АКВАК, вот это КВАК, КВАК, или КА. А приехал он в таком порядке. Начиная с питона 3.6. Не помню сколько, кажется, 3.6. То есть, реализация словарей немножко изменена. И теперь порядок ключей при передаче функции именных параметров, а также порядок, по-моему, классов при наследовании, еще кое-какой порядок. Все то, что передается в виде словаря. Там ключи расположены в порядке добавлений. Вот. Очень удобно стало. Но это старый питон. Тут еще порядок не гарантируется. Вот. Собственно, я хотел еще сегодня рассказать про то, как реализован внутри себя словарь. Но, видимо, делать этого не буду за недостатком времени. А также потому, что это требует таких красивых диаграммок рисовать. А я в онлайне рисовать диаграммки не хочу. Вот. Есть ссылка на статью. Я ее положу в план сегодняшней лекции. Есть ссылка на статью, где все достаточно хорошо описано. Вот. Пожалуй, все. И теперь мы радостно переходим к, собственно, главной теме сегодняшнего разговора, к пространствам имен, как они есть в питоне. Значит, смотрите. Первым делом давайте вспомним, что мы вообще знаем про пространство имен. Про пространство имен мы знаем не так уж и мало, на самом деле. Смотрите. Мы знаем, что любой объект в питоне – это пространство имен. Этот механизм называется инкапсуляцией. Во всех стандартных объектах внутрь зашиты всевозможные методы и поля, в основном методы. Вот. Каждый такой метод или поля является объектом питона, и поэтому у него тоже есть методы и поля. Ну и так дальше до бесконечности. Вот. Мы также знаем, что мы можем составить свой собственный объект, внутрь которого напихать какие хочешь методы и поля. Этот объект называется модуль. Да? Значит. А давайте мы не так сделаем. Вот у нас был слой джинни. Да. Только давайте его назовем как-нибудь по-человечески. Если мы в модуль вставим строку документации, она будет строкой документации по самому объекту типа модуль. Если мы в модуль вставим какое-то связывание, то у нас появится поле этого модуля с таким именем, с таким значением. Если мы в поле вставим какую-нибудь функцию, то эта функция станет методом этого модуля. Функции тоже можно ставить в описании. Вот. Уже в таком виде уже в таком виде все это изобразие можно использовать. Смотрите. Вот у нас в пространстве имен образовалось имя модул. и инкапсулированные в него имена фон и вар. Все остальные имена, понятно, а не вспомогательные. Так оно задано. Нет, нельзя. Как вы себе представляете имя объекта без его значения? Поле объекта. Что? То есть у нас поле объекта без его значения? Да. Чем является поле объекта в питании? Объектом. Я повторю свой вопрос. Что такое объект питона без значения? Я тоже не знаю. Вот. Значит, вы можете написать туда ноун, если очень хотите. У него будет значение ноун. Вот она там, 123. Модул.фун не знаю там, 333667 Type от модул модуль Type от модул.вар понятное дело будет int и фун Давайте посмотрим, что это. Я думаю, что это будет функция. Простая функция. Никакой не метод, просто функция. Все хорошо. Таким образом, у нас есть довольно странный механизм создания своих собственных пространств и имен, чтобы не загаживать пространствами имен основной namespace. Он странный, потому что он использует возможности операционной системы по хранению файлов с какими-то именами. Понимаете, да? То есть, не очень правильно рекомендовать, если вы просто хотите собрать в какое-то пространство имен свои наработки, вообще говоря, не очень правильно рекомендовать использовать для этого модуль. Всегда. Но в большинстве случаев это действительно очень удобно, потому что вы что делаете? У вас есть какая-то группа функций и других объектов, решающих вашу задачу. Вы эту группу функций и других объектов складываете в... Пожалуйста, не надо дразнить лектора с едобными веществами. Это чревато. Спасибо. Вот. Да. Так вот, значит... О чем я говорю? О пространстве имен. Да, смотрите. В каком-то смысле это крайне полезно, потому что вы нарабатываете некоторый комплекс функций и объектов, которые решают определенную задачу, вот, а потом складываете это в отдельный модуль, и банальный импорт этого модуля вам делает так, что вам приезжают в ваше пространство имен, приезжают все эти ваши функции и все эти ваши объекты, причем хотите, они приезжают как инкапсулированные в объект с именем модуля, а хотите, говорите, вот так вот, да? Ну, не знаю, вау. И они приезжают сюда. Вот она. Вот. Чтобы закончить с этим, потому что я не помню, говорили мы про это или нет, мы помним, что вообще говоря, импорт модуль – это просто его выполнение. То есть, если мы напишем сюда какое-нибудь приветствие, то это приветствие будет выполнено, правда, всего лишь один раз, потому что дальше понятие импорта закэшируется. Смотрите. импорт модуль. Ты дышь? Вот это вот ку-ку наше. Если мы сейчас это повторим, ничего не произойдет. Или from module import, ну, не знаю, там, fun. Все. Поскольку модуль уже проимпортирован, он где-то там в кэше питона лежит, и дальше вот такие перемещения из одного пространства имен в другое – это всего лишь перемещения. У нас там были функции, там были имена объектов, теперь у нас здесь имя объекта fun лежит. Вот и все. Вот. Тем не менее, как видите, просто при импорте модуля весь код исполняется, и все объекты, которые этот код нагенерит, просто залипают в том пространстве, в котором вы ему сказали. Ну, в случае обычного импорта вот в этом, а в случае, там, не знаю, import module as, ну, не знаю, там, zzzz, пожалуйста, в этом пространстве имен залипнут те же самые объекты. Type, вот, zzzz. Это модуль, это модуль. Вот. На этом заоснован некий трюк. Обратите внимание вот на это, на поле n, который есть в модуле всегда. Некий трюк, который позволяет вам одновременно модуль и использовать как модуль, импортировать его и работать, и как программу, которая что-то выполнит. Понятное дело, что выполнение куска кода при импорте модуля – и это моветон. Ну, в смысле, выполнение, да, которое что-то делает такое. Это моветон, которого следует избегать, а вот если вы хотите, чтобы этот файл работал еще и как программу, вы пишете примерно это. Вы пишете, что… Вы пишете условный оператор. Вот это поле name, оно на самом деле равно вот этому имени, с которым вы его импортировали. И только в том случае, если оно равно main, вы… Если оно равно main, вы уверены, что эта программа запущена как программа, а не импортирована как модуль. Ну, давайте мы вот этот print все-таки оставим, только напишем здесь print… Да, да, да. Сейчас поправлю. Name. Вот смотрите. У нас же есть name даже в текущем namespace. Да? Вот он. И он равен main. То есть, если программа выполняется, внутри ее пространства – поле name равняется main. Если это модуль, который импортируется, внутри ее пространства – имен – поле name равняется имени модулю. Ну, вот сейчас мы увидим. Здесь только напишем что-нибудь такое. Print. Fun. Вот, сто пятьсот. Еще хило напишем. Вот. Это un, да? Оу, красиво. Значит, что при этом получается? Да? Import. Module. О, видали? Это выполнилось вот этот print. А вот эта часть не выполнилась, потому что значение поля main равняется не main, а именно module. Да? Если мы модуль импортируем с другим именем, например, вот так вот. SZZ. А, он закэшировался. Он все равно будет называться module внутри себя. Ну, чтобы не путаться. Вот. Ну вот. А вот если мы эту программу запустим. Module. Да. Module. Вот. Вот если мы эту программу запустим, то поле name будет равняться main, и поэтому у нас выполнится этот print. И вот здесь бы интересно было бы начать разговор про так называемые пакеты. Это сложные модули, многофайловые, возможно, иерархические. Но у нас в этом семестре на это время не будет. Скорее всего, мы поговорим об этом в следующем семестре. Вот. Так что здесь мы делаем такую жирную точку с запятой. И резюмируем. Модули как пространство имен хороши. Но, во-первых, они требуют создания другого файла и складывания в него всего. Во-вторых, на самом деле это не совсем то, что мы хотим. Если мы знаем какой-нибудь объектно-ориентированный язык программирования, то есть объектный, пардон, язык программирования, то есть язык программирования, поддерживающий объектно-ориентированную разработку программы и объектную парадигму, мы понимаем, что нам нужны вот эти три кита объектного-ориентированного, объектного планирования. Это что там? Инкапсуляция. Да, инкапсуляция, наследование, полимархизм. Значит, с инкапсуляцией в питоне все в полном шоколаде. Мы это уже как бы не первый раз видим. Давайте попробуем про все остальное поговорить на скорую руку. Единственное, что мне, наверное, понадобится вот такой питон. Он беленький, красивенький. С чего начать? Самый простой способ создать условно пустое пространство имен в питоне это завести класс соответствующего имени, пустой. Написать что-нибудь типа такого. Класс С, а здесь написать оператор пустой, пас. Вот. Тут будет написано, что С это класс модуля Мейн. У этого класса С ничего не будет, кроме большого количества системных методов всяких. И вообще с ним ничего нельзя будет сделать. Ну, просто класс такой. Вот. Но он является динамическим пространством имен, и вы туда, что хочешь, можете положить. Что хотите. Прямо так и кладете. Говорите, С точка, не знаю, Фиелд равняется Ку-Ку. Где она тут? В самом конце. Вот она. Или что-нибудь так еще более. Ну, короче, вы туда можете положить, что хотите. Хотите, кладите вот поле. Хотите, кладите метод. Вернее, это будет еще не метод. Кладите функцию. Да, вот, допустим, где фун. Вот. А, что там у нас обычно? Ретерн. Ретерн. А плюс. А умножить на 2 плюс 1, наш любимый. Да? Вот. Фун. Что, не фы, на фун. Фун. Это такая функция. С точка. Фун. Равняется фун. Пожалуйста, положили. Теперь у нас есть еще и фун. Мы можем вызвать. С точка фун. От 100 500. Пожалуйста. Да? И тип у нее функция. Короче. С это класс в питоне. Это такое именованное пространство имен точка. Обладающие всеми свойствами. Если вы хотите, чтобы ваша группа объектов и функций не лезла своими именами в текущий namespace, делайте вот прямо так. Делайте класс и в него кладите. Более того, вы уже можете это сделать, вы можете это сделать даже, ну, более естественным путем. Можно написать так. Класс. С. Вар. Вар. Поле вар равняется 123. Дев. Фун. От, не знаю, там, ну, не знаю, какой-нибудь параметр. Парам. А, нет, с функцией все интереснее. С функцией все интереснее, по вот какой причине. Сейчас расскажу. Значит, смотрите. Давайте пока не будем. Давайте вот так напишем. Просто и там вар 2 равняется кукле. Вот. Естественным путем созданный класс, в котором появляются два дополнительных поля, кроме системных, да, они все равны тому, чему они равны. Тут все совершенно очевидно. Вар 2. Тут ничего интересного нет. Мы бы хотели от нашего класса не только, чтобы он был удобным инструментом капсуляции, но чтобы он еще позволял получать то, что мы называем в объектно-ориентированном программировании, экземплярами класса. Вот. Тем более, что мы подозреваем, что это какая-то простая вещь. Вот давайте еще раз посмотрим. С. Это такой класс. Вам ничего не напоминает вот это вот начало строки? Где-то мы это уже видели. Нет, никто ничего не вспоминает. Точно. Смотрите. Нам как бы намекают, что int, а также float, dict, list, и вообще все изученные нам типы данных, это такие классы. Но они, правда, встроенные, написанные на си, реализованные на си, и в питоне для быстроты, и для кое-какой внутрисвязанности. Но идея состоит в том, что класс – это просто такой тип. Соответственно, мы знаем, как создать, скажем, объект типа int. Помните, да? Как создать объект типа int? Ну, например, с строки. Инт от… Нет, ну, константный объект типа int создать вот так, это мы понимаем. А если мы хотим его из строки создать? Мы пишем int от, там, не знаю, от строки. Получаем то же самое. При этом вот этот объект типа стр. Дальше мы вызываем int, который создает нам из объекта типа стр объект типа int, собственно. Обратите внимание, что вот этот int – это тот самый int. И то же самое нам возвращает метод type. Мы можем сказать вот так. Это, конечно, полное извращение, но, тем не менее, так можно написать. Ой, нет, не так. Так нельзя. И так нельзя. Вот так. Понимаете, что произошло? Метод type нам вывел к типу этого объекта, то есть фактически его класс. То бишь int. Мы этот… И с помощью этого int мы преобразовали строку в число. Ну, зачем нам вводить личные сущности? Есть метод type, который тип объекта… Что такое тип объекта? Это его класс. Помимо того, что очередной сущности лишней в питоне нету, и функция type выдает просто класс объекта, мы еще видим, что сам класс объекта – это и есть конструктор объектов такого класса. То есть, если вы вызываете класс объекта с круглыми скобочками, он вам возвращает экземпляр этого класса. Кстати, можно ли вызвать вот так? Да, можно, получится нулевой объект. Ну, вы меня поняли. Вот. А так мы вообще всегда делаем, потому что нету конструктора множества пустого. Еще раз. Тип объекта, он же класс объекта, это конструктор экземпляра класса. Таким образом, если мы сами описали класс, например, наш класс C, то, наверное, его тоже можно взять и вызвать вот так. И он сконструирует нам экземпляр себя. Это object, object типа main C, ну и это его идентификатор. То есть, если мы напишем чем-то типа такого там, C равняется C большое, вот этот C – это будет экземпляр класса C. Смотрите. У него будут те же поля. Они будут равны тому же. Видите? Можем еще один сделать. Тип у него будет тот самый. Вот такой у него тип. Фактически, конструктор экземпляра класса – это всего лишь что? Это проход по всему тому, что вы написали, когда конструировали класс. Вот-вот по этому. И заполнение пространства имен. Ну, прям как в случае модуля. Немножко другие правила. А в основном все то же самое. Мы проходим по нашему конструктору, выполняем то, что там написано, и заполняем пространство имен. Вот какое-то. А потом это пространство имен связываем именем. Ну, или можем даже не связывать. Можем написать, ну, не знаю, там, этот самый, там, а равняется какой-нибудь список, да, и а.append.c. Вот. Тут у нас, извините, вот этот объект, он не именем связан, а на него ссылка стоит в списке. Вот. Совершенно неважно. А нулевой он называется. И в нем есть там все тот же вар. Если это константные объекты, которые внутри нашего экземпляра класса, то мы можем перебить эти значения, написать там кукурику, и получить следующее. В объекте а нулевое вар, ну, то есть а нулевой вар, да, теперь это значение кукурику, в c точка вар. Вар маленькая. Оно как было раз, два, три, или в b, оно как было раз, два, три, так и осталось. Вот у нас есть теперь три экземпляра данного класса. Четыре. А, три. Один из них имеет имя c, другой имя b, а третий связан в списке a. Более интересная фишка. Давайте мы добавим еще чего-нибудь в наш класс c. c там, ну не знаю, как бы это сказать, еще какое-нибудь переменное. another one, да, another. a, no, another, еще чего-нибудь. Вот он. Как вы думаете, что будет сейчас, когда я сделаю вот так? Будет там такое поле или нет? Будет. Вот оно. Как это устроено? У нас есть тип объекта, он же класс. У него есть какие-то инкапсулированные в него объекты, поля. Все, что мы видим через экземпляр класса, он же объект, мы видим все поля класса, если только мы их сами не перебили и не перезаписали чем-нибудь иным. Да? Когда мы добавляем в класс поле, мы это поле видим через... Ну, понятно, оно видно через имя класса и оно же видно через любой экземпляр этого класса, потому что, ну, внезапно там появилось. Как только мы это поле перебиваем, например, мы пишем, там, не знаю, b.inazor или там c маленькая, c.inazor равняется нулю, мы тем самым создаем поле объекта. И теперь у нас у всех других объектов b.inazor как было, так равняется он, а c.inazor, естественно, равняется нулю. Вот. Ну и все остальные там, не знаю, там, вот, допустим, мы сейчас создадим еще какой-нибудь t равняется c. Да? 3.inazor тоже равняется u.inazor, да? А вот это поле, это поле объекта c уже, это не поле класса. Мы его только что перебили сами. Это примерно так, как с глобальными и локальными именами при вызове функций. Если мы обращаемся к имени и его нет в локальном name space, значит, мы его ищем в глобальном name space. Если мы обращаемся к полю и его нету среди полей объекта, значит, мы ищем среди полей класса. Ну, так оно и есть. Ну, вы же видите, они появляются. Я там больше того скажу. Смотрите, если это... Что? Если вы хотите так делать, да? Если вы действительно хотите так делать, то вы сами решаете, мешает это вам или нет. Ну, как это? Принцип захотел, получил. Вон, в Рубе, например, там есть целая технология изменения пространства имен объекта прямо вот без выгрузки его из памяти. в Петоне до этого не доходят, но тем не менее. Прямо вот он работает, да, и в это время, значит, туда доливают поля. Здесь в этом некая-некая сермяжная правда. Вот. Значит, еще раз. Ничего военного совсем. Класс конструктор объектов, поля класса видны через объекты. Если вы эти поля перебиваете полем объекта, то видны поля объектов. Прямо как локальный и глобальный namespace. Да. Можно как-то отменить объявление поля E3 экзамене класса так, чтобы снова было E3 Давайте попробуем, я не знаю. Вы хотите вот это сделать? Да. Нет. Ну, понятно, поле класса, поле экземпляра, поле объекта убить можно, поле класса можно убить только глядя в него через класс, разумеется. Объекты работают только прокси. Видите, да? То есть мы поле объекта убили. Успешно. Поле класса мы убить не смогли. Потому что у объекта нет такого, а до класса мы не достучались. А вот так вот, конечно, мы можем сделать. Все. Теперь его нет. Я вот так жму, а он не табится. Потому что его нет. Потому что мы его удалили прямо из класса. Вот эти все шашли с динамическим неймспейсом классов и объектов. Это такая вещь, которая вам не понадобится, ну, вам понадобится чуть-чуть чаще, чем никогда. Вот. Потому что, ну, вы понимаете, запутаться в этом проще, чем не запутаться. Я сейчас это показываю, просто чтобы вы себе представляли, как это вообще устроено. Абсолютно динамическое пространство имен. Проксирование того, что вы видите через экземпляр класса, того, что есть в классе. И перегрузка того, что вы задали в экземпляре класса, тем, что есть в нем. И при этом, ну, понятно, то, что было в классе, вы не видите. Вот и все. Вот. Спасибо за ваш вопрос. Он хорошо отиллюстрировал тот факт, что вот здесь хорошо видно, как это прокси работает. Есть поле объекта, видно поле объекта. Нет поле объекта, видно поле прокси. Давайте такую же штуку проделаем с функцией. Давайте такую же штуку проделаем с функцией. Давайте напишем вот так, с. Да, вот здесь функция, да? Что она делает? Она что-то там складывает. 2х плюс 1. Вот напишем с. Диркс, она там, у нас есть в классе с функцию? Нету еще. С точка фун равняется фун. Дописали туда. Это самая обычная функция. Смотрите. С точка фун. Ой. Да что ж такое? Извините. Вот. Самая обычная функция. Она даже помнит, как ее в детстве называли. Мало что она там фамилию сменила. Если мы ее вызовем, все будет очень хорошо. Все, 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 все путем. Давайте посмотрим, что мы при этом видим, когда мы проксируем этот namespace через объект. B.Fu. Ой. А вот когда мы смотрим на функцию через объект этого, то есть через экземпляр класс, он нам внезапно показывает, что это не функция, а метод, у которого сохранилось имя, но тип совсем другой, bound method. Чем они отличаются? Ну, давайте возьмем нашу универсальную функцию, которую мы только что написали, а именно только ограничимся позиционными параметрами, нам именные не нужны. Звездочка, пар. И напишем что-то типа print звездочка, пар. Пусть она нам выводит все параметры, которые мы ей передаем. allpar от ничего, от 1, 2, 3, ну и так дальше. Короче, вы меня поняли. Функция, которая выводит все свои параметры. И давайте ее подсунем в класс C. C.Fu равняется, перебьем значение allpar. Все то же самое, вся картина вся картина на месте. C.Fu там от 1, 2, 3 нам возвращает 1, 2, 3. Все пучком. Давайте посмотрим на нее через объект. Напоминаю, что она не функция метод. И внезапно оказывается, что у этого метода на один больше параметров, когда мы вызываем обычную функцию, которая у нас лежит в классе, глядя на нее через объект, первым параметром является что? Ссылка на сам объект. Смотрите. Это просто сам объект B. Собственно, метод отличается от функции тем, что, когда мы его описываем, мы не говорим ничего про то, что у него первым параметром является сам объект B. А когда мы его вызываем, выясняется сам объект, чей он метод. А когда мы его вызываем, ему первым делом передается ссылка на этот самый объект. На него самого. Self, так называемый. Или ZYS в C++. Помните? Зачем это сделано? Ну, очевидно, зачем? Чтобы можно было обращаться к своим собственным полям. Опять-таки, никакой магии, связанной с тем, что мы внезапно находимся в теле метода нашего объекта, и поэтому обращения к каким-то именам, это обращение к полям нашего объекта, в питоне нету. Вместо этого в питоне черным по белому используется вот этот самый первый параметр нашей функции, в который придется сам объект. Выглядит это так. Давайте мы все-таки какой-нибудь файлик создадим. Вот у нас даже есть даже есть вот. Да, значит, какой-нибудь файлик. Опишем какой-нибудь классик. Да? Сейчас чуть погромче сделаю. Класс C Дев фун Дайте поле определим сначала. Вар равняется там 100500 наш любимый. Дев фун фун От Первый параметр метода всегда будет какой-нибудь. Как он называется никому не важно. Видели? В нашем примере он вообще никак не назывался, потому что мы его не распаковывали. Но по договоренности первый параметр тот, который ссылка на объект. Называется self Luf Воспользуемся ну, во-первых, воспользуемся тем, что у нас пространство именно динамическое и напишем вот так, например. Ну и что-нибудь еще сделаем такое. А ничего, хватит. Как при этом все это будет происходить? давайте мы создадим экземпляр. B равняется цвет. Print не хочу dirb, да? Хотя, ладно, пускай. Print dirb давайте посмотрим, что получится. Сколько там? 4, да? Ну вот он. var, fun и все остальные. Слушайте, а давайте я немножко извращусь. s for dirb if not s.starts with подчеркиваем. Так, всем понятно, что тут намудрил? Ну, мне не надоело смотреть на эти самые чё? for s in извините. Всем было понятно, а мне нет, оказывается. Вот. Ну, понятно, что я сделал. Я сделал генератор, который выфильтровывает из последовательности те строки, которые начинаются на подчеркивании. И теперь у нас только собственные поля красивые. Вот. Смотрите, когда мы только создали экземпляр класса, в нём есть поле var и fun. Теперь мы можем сказать b. Давайте сделаем ещё return какой-нибудь. 42. Print b.fun от 33. И снова вот эту штуку. да, да, естественно. Мы же ей параметры не передаём, просто b.fun. Вот так. О, обратите внимание, что после вызова b.fun образовалось ещё одно поле у нашего объекта, поле Ну и можно даже написать Print Что там B.war Вар И nazar.war B.another Уп Понажал Вот Ну все как надо Да Понятно, что сюда можно Прибавить еще какое-нибудь дополнительное значение Вот Даже давайте Вот здесь напишем Не знаю 33 Вот Ну Тогда нам будет Обязательных два параметра Причем Два обязательных параметра Означают, что первый это всегда self И когда мы вызываем его через объект Он не пишется А второй это 33 Вот который мы добавляем Ась Адишин Ага Вот так По-моему так, да? Спасибо Ну вы работаете питоном совершенно напрасно Питон бы мне все то же самое рассказывал Ага Ну вот она сработала Видите Она добавила туда еще 33 Вот Еще раз Метод Это такой способ поглядеть на нашу функцию Являющуюся полем класса При котором При вызове этого метода Первым параметром является Сам объект А всем остальным являются все остальные параметры Вот Нужно для того, чтобы мы вот отсюда Имели доступ к полям нашего объекта А не к полям Ну а непонятно к чему Если я здесь напишу Смотрите Если я здесь напишу Что-то типа Вар Нет, не вар А что там Ну там Н равняется addition Что произойдет? Как вы думаете? Правильный ответ Ничего Вообще Ровным счетом Ничего не изменится Даже 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 Имени такого не появится Удивительным образом Это что ж такое? А, это я Да Вот смотрите Где моим имя? Нигде Правильный ответ Где имя? Это было локальное имя функции fun Оно завелось в момент Вызыва функции И уничтожилось После того Как произошел Ретерн из нее Все Вот Ничего Тайного Вообще Да Завели какое-то имя Это просто имя Локальное В локальном Неймспейсе Хотите завести Поле объекта Заводите поле объекта Слава богу Вам объект Передали первым Значением Он является локальным Он является локальным Какое именно? Вот это не является локальным Это поле объекта self Оно работает точно так же Как мы это с вами делали Вот здесь Помните? Мы писали что-то типа Еще раньше Где там? Ну вот, например Да? Вот C вар равняется чему-то Так здесь мы писали То же самое Объект Точка поля Равняется чему-то Это не Ну Это другой Неймспейс Он называется self Это не локальный Неймспейс Функции fun Да? Это Объект такой Вот То есть Ну такой немножко Вопрос Развернутый На 45 градусов Поэтому я Ну вот Как смог объяснить Да Один был локальный Неймспейс И сам self Был локальный Неймспейс Это обычная функция Как это? Ну вот нам же Нам же сказали Что это обычная функция Мы же все это видели уже Смотрите Это самая обычная функция Она с точки зрения С точки зрения Класса Это просто функция Ей передали два параметра Один из них объект Другой из них Какой-то другой объект Вот Ну просто Вот Вот ей передали Два параметра Объект И другой объект В силу того Что природа Пространства Имен Объектов В питоне Тех Которые вы делаете А на динамическую Вы взяли И добавили В этот первый объект Какое-то поле Которое равняется Какому-то Арифметическому выражению Из других объектов И чего? И ничего Все хорошо Вы спросите меня А здесь Вот эти страшные Страшные Защита полей Вот эти все поля Какие-то Вот это вот Все интерфейсы Да нигде Зачем? Вот же вот Ну вот Все поля Больше ничего Нету Вот Нужного Кроме Кроме возможности Иметь доступ К мейнспейсу Того объекта С которым Вы в данный момент Работаете Вот это она и есть Вам этот объект Просто передается Первым параметром Вопросы Еще Потому что Это важно Будут доступны Будут доступны Так же как поля Ну это Это Ники не поля Нет Это Если вы напишите Надо без сел Будет просто Локальный Локальный Неймспейс Локальное имя В функции Фан Вот Смотрите Как это работает Вот у вас Конструктор Вашего объекта В этом конструкторе Объекта Конструктор объекта Который Вообще говоря Будет Как бы Проходиться Насквозь Когда он будет Каждый раз Когда вы вызываете Вот это Да Ну вы Конструируете Объект Как вы его Конструируете Заводите В нем Поле вар Ну поле вар Есть в классе Да Заводите в нем Метод фан Да нет конечно Но когда вы ее вызовете Откуда она возьмется Вы же Когда описываете Функцию Вы ее только Описываете Вызываете Вы эту функцию Вот где Вот здесь Когда вы ее Вызываете Вот представьте Себя на месте Питона Вы залезли В функцию Вот в эту Вам прилезло Вот у вас Глобальный Неймспейс Глобальном Неймспейсе У нас там С Б Да и все Пожалуй Вот локальный Неймспейс Сейф и Отдишн Ну еще Н появилось В локальном Неймспейсе Вот То есть Ну вот Ну В общем В общем Думать не на чем На самом деле Да То есть Вот Единственное За что все Питоны ругают Что вот этих Селфов У вас Внутри методов Будет натыкно Очень много Да Хотелось бы Конечно Как-то Вот это Минимизировать Но Из соображений Наглядности Вот Мое поле Мое поле Локальная перемена Все Вот Ну скажем так Через то имя У которого стоит Вот здесь первым Оно совершенно Не обязательно должно быть Селфов Это просто такая Договоренность Все так Да Только в экземпляре класса Это не очень хорошо Это не очень хорошо И эта выдача нам показывает Что это не очень хорошо Смотрите Мы создали экземпляр класса А он паразит Имеет только два поля Потом мы что-то поживали Поживали А он фигак Имеет сразу три поля Это в общем Ну Такое Излишняя степень Свободен в питоне Да так можно Если вам очень надо Делайте так Но по хорошему Конечно Да Вы должны Обеспечить ситуацию При которой у вас Те поля Которые вы будете Потом пользоваться Есть в Вашем объекте Всегда А не только После того Как вы чего-то вызвали Ну понятно почему Чтобы Чтобы Смотрите Вот Вот если я напишу Вот этот принт BVAR, B и NASHR После того как создам После того как создам Объект B Будет просто ошибка Вот в этом месте Понимаете Да Потому что никого и NASHR Еще нет Вот в этом В этом неприятность Ой А я не сохранил Да О видите Нехорошо Уж либо они есть Либо их нет Встает вопрос А что делать Смотрите С одной стороны У нас есть Механизм Набития Namespace Класса С другой стороны Мы помним Что Поля класса Это такие штуки Которые видны Через прокси Они то перебиваются Полями объекта Не перебиваются Хотелось бы Иметь механизм Набития Namespace Самого объекта Чтоб четко В нем все прописать Что в нем должно быть Вот И это довольно Простой Довольно Простой механизм Сейчас давайте Мы новый Новый Файлик Откроем Да где же там Во Пять Для этого нужно Просто придумать Специальный метод Давайте мы Еще у нас Класс С Вообще не будем делать Поля класса Вместо этого Зададим спецметод Который называется Бла-бла Энит Бла-бла И который Вызывается Всякий раз Когда вы конструируете Экземпляр класса Причем Помните Когда вы конструируете Экземпляр класса Вы круглые скобочки Используете Все что в этих Круглые скобочки Запишите Приедет В этот самый Энит Ну разумеется Первый это Селф Чуть поменьше Сделаю С вашего позволения А дальше Ну какой-нибудь параметр Ну не знаю Стар И вот в этом месте Повторяю Этот метод Устроен таким образом Что создается Экземпляр класса И тут же Вызывается Метод Инит От него Прямо тут же Здесь же Еще до того Как вам его вернут И вот здесь Вы можете набить Ваш Экземпляр класс Какими хотите полями Селф Точка Старт Равняется Старт Селф Да Спасибо Там Не знаю Селф Точка И назер Равняется Нулю Ну и там Еще что-нибудь Не важно Что Теперь При создании При создании Экземпляра Класса Вам надо будет Передавать туда Один параметр Это Ну помним Да Что любой метод Это самая обычная Функция Отличающаяся Только тем Что у нее Первый параметр Это ссылка На тот объект Который Вы создаете Да Так вот Этот самый Инит Будет вызываться Перед тем Как вернуть Вам этот объект Если вы напишете Что-то типа B равняется C Вот там 100 То К тому моменту Когда этот C от 100 Отработает Отработает Также Инит Это ему Иниту Передастся Объект Который Вы потом Назовете B Вот И в нем Появится Вы там Зададите Два поля Ну вот Давайте Мы скопируем Эту волшебную Строчку B.start Это было B.start Apps Привычка Клавишей Гент Очень неудобно B.ini B. Чего Another Я думаю Что ничего Вот Совсем Военного В этом Нету Давайте Посмотрим По этому Все Понимаете В тот Момент Когда Вы Создаете Класс Да У этого Класса Нету Полей Класса По имени Start And Other Там Вообще Ничего Нет Там Есть Только Там Вообще Ничего Нет Вот Этот Принк Будет Пустой Видите Да Вот Потому Что Все Поля Класса Все До Единого Это Спец Поля И Нит Там Обжиг В Эту Вся Ерунгень Внутренности Когда Вы Создаете Экземпляр Класса Вы Явно Прописываете Какие У него Поля Просто Тупо Говорите Вот Мое Поле Вот Мое Поле И Там Еще Чего Вот Если Вы Опишите Тут Метод Этот Метод Конечно Появится В Выдаче Дев Фун Вот Селф Селф Точка Another Селф Что Там Плюс Равно Addition Ну А Селф Точка Старт Трюс Равно Единице Я не знаю Что Это Что Я Пришел Это Такие Дикие Фантазии Вот Ну И Соответственно Говорим Б Точка Что Там Фун От 100 И Повторяем Вот Эту Штук Вот По Хорошему Здесь Надо Вот Так Ставить Для Красоты Ну Во-первых У нас У Класса С Есть Единственное Поле Не Спец Метод Это Функция Фан Которую Мы Вписали Она Ж Является Методом Для Всех Экземпляров Вот Вот Это Все Поля Нашего Свежесозданного Объекта Метод Фан И Два Поля Это Его Значение Дальше Мы Вызываем Функцию Фан Функция Фан Модифицирует Оба Значения Добавляет К одному 100 К другому Единичку Вот Результат Да Конечно Зачем Нет Слушайте Во-первых В питоне Можно Все Вот Вы хотите Сделать Вот так Сейчас Попробуем Я думаю Что Можно Никто Не сказал Что Нельзя Это Такой Метод Почему Бо его Не вызвать Да Ну то есть Ну да Вот Нет Не очень Хорошо С другой Стороны Смотрите То есть Скажем так Это не очень Хорошо Потому что Вызывать Пальцами Спец Метод Это значит Лезть По трахам Вот Но Например Никто Не помешает Сделать Вот так Вот Ну Вы меня Поняли Вот Тем самым Вы как бы Заявляете Что У вашего У вашего Даже Не вставляется У вашего Класса Есть метод init Который Неавтоматический И этот метод init На самом деле Просто вызов методы Ну Того же алгоритма Который Вызывается Вот Ну Ка Я думаю Что все будет Хорошо Да Никакой разницы Между тем Кодом И этим За исключением Того Что Вы Этот Выглядит Чище У вас Нет Вызов Спец Метод Руками У нас Закончилось Время Да Да Давайте Посмотрим Я думаю Что Есть Просто Он Пустой Хотя Черт Знает Давайте Посмотрим Я думаю Что Он Есть Здесь Нет Потому Что Он Не Экземпляр А Есть Да Есть Вон Ага Ну И все В общем Понятно Он Есть Слушайте Мы Самое Интересное Не Прошли Мне Так Грустно Значит Смотрите Ладно Бог с Нем Самое Интересное Будет Тогда В Следующий Раз Знаете Что Такое Самое Интересное Вот Что Самое Интересное Ну Вы Поняли Хватит Да Ну Как Вот Окей Поговорим об этом Следующий раз Значит Смотрите У нас В этот раз Домашнее Задание Особое Вам Нужно Будет Писать Модули Я Напишу На страничке Как Оформлять Домашнее Задание Для Вопросы Спрашивай 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 Что Мне Кажется А Да Значит У меня Есть Вот Примерно То Что Я Сегодня Рассказал Я Про это Написал Статью Там На сайте Есть Есть Такая Статейка Вот Ровно В том Объеме В котором Мы Сегодня Поговорили Если Что То Сегодня Было Непонятно Перечитайте Ее Тоже Ссылку Поверху Если Какие Вопросы Спрашивайте Прямо Сейчас Потому Что На самом Деле Осталось Рассказать Только Про Наследование И Все Вся Объектная Модель Питона За Включением Мета Классов Которых Я Сам Плохо Смотрите Init Это Просто Метод Никто Как Это Все Происходит Когда Вы Вызываете Конструктор Говорите Ц Имя Класса Скобочки Питон Создает Экземпляр Класса Частично Он Это Делает Потому Что Он Делает Там Внутри Своих Кишных Кишок Что То Потом Он Смотрит В Описание Класса Вот Сюда Где Ну Вот Сюда Да Создает Соответствующий Поля Класс Потом Он Создает Вот Этот Экземпляр В котором Проксируют Эти Поля Он Сразу Вид Он Создает Экземпляр Класс 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 С этим Экземпляром Вызывает Init 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 Сам По Себе Это Просто Обычный Метод Соответственно То Что Вы Сделаете Вот Здесь Вот Пишите Init Это Просто Обычный Метод Да То То Никто Там Замно Ничего Не Создает Никакого Волшебства Единственное Отличие Init От Всех Остальных Методов Что Он Автоматически Вызывается Когда Вы Создается Экземпляр Класса С помощью Конструктора Еще Вопрос Да Да Поговорим Про В следующий Раз Хорошо Если Хотите Можете Найти Соответственно Место В документации Там Прямо Есть Описание Всего 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 Но Вот В Следующий Поговорим Да 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 Если Мы Здесь Напишем Вард То Мы Получим Ошибку Потому Что Ну да Потому Что Это Третий Питон Блин Какой Там Четвертый Сейчас Секундочку Вот Не в этом Месте А Вот это Надо убрать Секундочку Вот здесь Пора Заканчивать Сейчас Вот Видите Потому Что В момент Вызова Ничего Другого Другого Не существует Что Существует В момент Вызова Метода Объект Со своими Полями Класс Со своими Полями А просто Вард Не существует Такого Имени Не видно Мы Могли Написать Здесь С Точка Вард Будучи Большими Извращенцем Но Это Плохая Идея Потому Что Как только Вы унаследуете Это От того Как только У вас Начнется Наследование У вас Будут Все Производные Классы Внезапно Выводить Поле Класса С Вы Наверное Этого Не хотите Окей Это Тоже Следующий Раз Вот Правильный Ответ Да Значит Вард Как вард Не существует Здесь Вард Это Всего Лишь Вот Эта Конструкция Вард Это Всего Лишь Указание Конструктору Как Набить Поле Класс Больше Ничего Еще Вопросы Все Тогда Значит Повторяю Будет Ссылка В домашнем Задании На Текст Похожий На То Что Сегодня Было И Возможно Он Вам Поможет Немножко Сориентироваться Если Вы Сегодня Поплыли Все Спасибо В Следующий Операция Наша Любимая Все Я Нажимаю Кнопочку